Здравствуйте! Вы смотрите «Персональный акцент». Существует немало тем, которые стараются обойти своим вниманием политики, эксперты и журналисты, опасаясь быть обвиненными в приверженности теории заговора. Одна из таких тем – тема глубинного государства. Любое упоминание о заговорах, тайных организациях, секретных клубах и закрытых ложах традиционно пренебрежительно отметается как конспирология, нечто несерьезное, предвзятое, фантастическое. Но буквально недавно сам президент США Дональд Трамп признался, что ему мешают, ему чуть ли не властелину мира. Тогда волей-неволей приходится включить таинственное глубинное государство в число самых весомых факторов мировой политики. Итак, глубинное государство – название некоторых теорий заговора или политические реалии 21 века. Будем разбираться. С депутатом парламента, политическим аналитиком Богданом Цирди. Здравствуйте! Здравствуйте! Поводом для нашей встречи послужила последняя Ваша статья, которая называется «Турецкие тайны на глубине». Возникает сразу вопрос, чем вызвано Ваше обращение к этой теме? Почему именно Турция? Насколько реально существование вот такого явления, как глубинное государство? Имеет ли оно угрозу или несет ли оно в себе угрозу государственному устройству мира, тому, как он сегодня выглядит? И насколько уязвима Молдова перед такой угрозой, если она существует? Знаете, действительно, еще пару лет назад, когда я был одним из немногих политологов, который продвигал концепт захваченного государства или «state капча», многие смеялись. Немногие политологи были тогда. Николай Киртуак, Алексей Тулбур, которые вместе со мной продвигали активно этот концепт. Я даже дал ему научные обоснования в работе «Аливерхическая Молдова». Тогда все смеялись, мол, кем захвачено, где захвачено, а в Северной Корее тоже захвачено, а в Китае тоже захвачено и так далее. Сейчас эти политологи кричат со всех трибун, со всех экранов, что в Молдове стоит капча, это и так опасно. Не только в Молдове сейчас говорят об этом? Ну, действительно, это и не существует. Давайте теперь про глубинное государство, которое действительно впервые мы поднимаем вот эту тему в Молдове. И, безусловно, многие смеются, другие игнорят. Третьи просто-напросто наблюдают, да, посмотрят, к чему все это приведет. Дело в том, что данный концепт сегодня стал раскручиваться администрацией Дональда Трампа. И об концепте они называют его глубинным государством или в американском варианте «дип-стейт». О глубинном государстве говорит не только Трамп, кстати. О глубинном государстве говорит Эрджеп Эрдоган, да, который активно борется с глубинным государством. О глубинном государстве открыто, еще раз говорю, открыто говорит Ливио Драгня. Фактически правитель сегодня в Румынии, да, который является лидером СДП и который, соответственно, контролирует правительство, парламент и так далее. И вот с ним борются параллельные государства. И с Эрдоганом, и с Ливио Драгня, и с Трампом. Но что значит этот концепт, понимаете, в понимании многих журналистов, в понимании самого Трампа, Эрдогана и так далее. Давайте попробуем разобраться. Дело в том, что глубинное государство называется в разных странах по-разному. В России, в Румынии его называют параллельным государством. В России называли теневой властью или глубинным государством. США, у нас, по крайней мере в Европе, да, было модным одно время понятие государство в государстве. То есть вот три названия одного и того же феномена. Но что представляет собой сам феномен? И существует ли он, либо это какая-то теория заговора? Да все очень просто. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, как говорит Тональд Трамп, существует некое гибридное слияние трех структур. Трех структур, образно говоря. С одной стороны это Пентагон, ЦРУ, да, то есть разведывательные службы и военные структуры. Это раз. С другой стороны это судебные структуры, да. С третьей стороны это определенные, то есть судебные структуры и, соответственно, высшие чиновники, которые находятся во власти. И с третьей стороны, с третьей стороны это олигархи из Олл-стрит. И вот все эти ребята вместе, да, то есть ЦРУ, скажем так, и разведслужбы. С другой стороны крупные чиновники. И с третьей стороны олигархи, они вместе формируют вот некое такое, да, некую теневую власть, которая из тени, управляя Соединенными Штатами, саботирует, как заявляет Трамп, деятельности избранного президента Дональда Трампа. То же самое феномен мы имеем и в Турции, где секретные службы, да, секретные службы, определенные националистические организации, о которых мы поговорим, к примеру, Серые Волки или партия национального единства там и так далее, они вместе, вместе в сотрудничестве с ЦРУ и с военными формируют некий теневой блок в Турции, да, который вот управляет многими процессами без ведома, без ведома официальных властей Турции. Самое любопытное в понятии глубинное государство состоит в том, что это государство как бы в глубине, оно скрыто от официальных отзоров граждан. Вот мы имеем, как говорят многие ученые, официальную власть, это президент, это спикер, парламент, правительство, да, и мы имеем неофициальную, скрытую власть. Скрытая власть стоит в чем? Это десятки директоров агентств всевозможных, это директора ЦРУ, это определенные начальники в рамках Пентагона, это сам Уолл-стрит, да, крупные олигархи, которые не светятся и которые вроде бы вне политики, но на самом деле они очень, они открыто влияют на власть, это раз, и два, они определяют повестку того, что происходит, к примеру, в Соединенных Штатах Америки. Я вам дам такой пример, вот представьте себе, представьте себе, допустим, Трамп, Трамп, да, врет, допустим, все это ложь, все это какие-то теории заговора, да, и так далее. Но, во-первых, да, запутался человек, но, во-первых, есть и научные исследования этого феномена, да, были работы, допустим, Майкла Лофгрена, который работал в Конгрессе, и который по пунктам расписал, что происходит, как происходит и так далее. И определение давно даже в Оксфордском словаре, что-то такое. Есть тоже десятки научных работ, где четко описывается, что такое глубинное государство. Теперь давайте разберемся, вот представьте себе, Пентагон, военный бюджет Пентагона, да, военный бюджет США, на сегодняшний день, 2017 год, это 618 миллиардов долларов. 618 миллиардов долларов, понимаете? То есть, другими словами, долгие годы США, военный бюджет США, был больше бюджета всех стран мира, военного бюджета, всех стран мира вместе взятых. Сегодня этот бюджет почти что, да, почти что, ну он меньше, конечно, всех стран мира, но почти, почти вот-вот дойдет до 50% затрат всех государств мира. Только благодаря тому, что выросли затраты Китая и России, бюджеты Пентагона выглядят чуть-чуть скромнее. Вот представьте себе сумму в 618 миллиардов долларов на военные программы, на разведывательные программы, на всевозможные спецоперации. И вот внутри Пентагона, внутри ЦРУ существует, почему мы говорим о теневой власти, почему мы говорим о власти, которая не подконтрольна президенту, не подконтрольна Конгрессу и так далее. Внутри Пентагона, внутри ЦРУ существуют десятки агентств, сотни подразделений с десятками тысяч чиновников, о существовании которых практически никто не знает. Никто не понимает, есть такие агентства или нет. Два, чем они занимаются. Три, какие у них затраты. Четыре, цели и задачи. Пять, эти агентства просто не отчитываются ни перед тем. Вы понимаете, чтобы вы понимали, вот происходит десятки, мы видим гостреворот на Украине, мы видим война в Сирии, мы видим война в Афганистане, мы видим наркотрафик в Афганистане. Газеты пишут, что там замешана ЦРУ, но официальных подтверждений нет. Так есть там наркотрафик или нет? А почему в Латинской Америке пару лет назад несколько президентов-антиамериканцев, все заболели одновременно онкологическими заболеваниями? Как это объяснить? А кто организовал где-то 50-60 или более покушений на Фиделя Кастро? Кто это сделал? Да, недавно мы узнали, что это было ЦРУ, которая работала рука об руку даже с итальянской мафией, чтобы убрать господин. Но это мы недавно узнали, понимаете? А как нам понимать, когда исчезали, к примеру, в Италии, исчезали левые активисты, коммунисты, их убивали или они исчезали, или еще что-то. Мы совсем недавно узнали, что в конце 40-х годах существовала операция ЦРУ под названием Гладио. И ЦРУ управляла этой спецоперацией Гладио. И эта спецоперация существовала и в Турции, и в Италии, и в Франции, и в других странах. И занималась она чем? Ликвидацией, физической ликвидацией коммунистов, физической ликвидацией или запудиванием русофилов, организацией диверсий и так далее. Для того, чтобы скомпрометировать левое движение в Европе. Сегодня я, как не будущий сторонником Трампа, могу задать просто элементарные вопросы. Объясните мне, пожалуйста, спросит Трамп своих коллег. А как это можно объяснить? Вот, допустим, недавние информации, которые вышли в немецкой прессе, что Соединенные Штаты Америки прослушивали всех немецких политических лидеров, телефоны прослушивали, в том числе канцлер Ангела Мертель. Помните, что тогда заявил Обама? Да нет, я впервые слышу, такого не может быть, я не знал, я не понимаю и так далее. Кто заведовал этим, если не теневое, если не глубинное государство, расположенное в рамках ЦРУ, в рамках Пентагона, в рамках вот этих олигархов из Олл-стрит? Это первый вопрос. Второй вопрос. А как объяснить нам, что недавно господин Эдвард Сноуден, вы слышали, наверное, вышел с мировой сенсацией, мировым разоблачением, согласно которому Агентство Национальной Безопасности США, National Security Agency, да, мониторит, прослушивает и просматривает все телефонные звонки, все файлы в Фейсбуке, все файлы там в Инстаграме, всю вашу переписку на мейлах, все, что вы гуглите там и так далее, вся эта информация про вас, она прослушивается, она просматривается, она собирается в специальных компьютерных, в специальных серверах, которые находятся в данном Агентстве Национальной Безопасности. Вы понимаете, какой это скандал? То есть вы в вашем Фейсбуке или в вашей сети социальной, кроме вас, вашу информацию может читать еще кто-либо, заявил Эдвард Сноуден. Когда спросили президента Соединенных Штатов, он говорит, да я впервые слышу, да не может быть, да все это, не знаю что. Потом уже Агентство было вынуждено признаться, что да, существует такая секретная программа, да, действительно, мы где-то вынуждены сотрудничать с Фейсбуком и с Гуглом, и с другими, и с третьими. Вот вам второй пример. И прерваясь, наверное, борьбой с терроризмом. Нет, ну конечно, понимаете, вот этих программ, этих программ, а как произошел госпереворот на Украине, вот помните 2014 год? Я уже молчу, что начался переворот фактически, да, в день Святого Михаила, да, и так далее. Потом у нас 7 апреля тоже мы получили, кстати, день благобещения, да. Я вам напомню, как это произошло. Вот возьмем Майдан, возьмем 7 апреля. 18 марта 2009 года Владимир Воронин разворачивается к Москве, едет в Москву, встречается с Медведевым, встречается с представителем Приднестровья и делает заявление, будьте внимательны, согласно которому российская армия может находиться на территории Приднестровья до окончательного урегулирования конфликта. Как вы думаете, понравилось это Соединенным Штатам? Безусловно, нет. Через 2 недели мы получаем госпереворот, понимаете? Через 2 недели мы получаем госпереворот. В Воронина сметают, выметают из власти, он теряет власти, приходит авианц, который уже, который только тем и занимается, что даже на уровне ООН поднимает вопрос о выводе миротворцев. Или украинский Майдан, да, мы говорили, начинается день Святого Михаила, там, и так далее. Потом, будьте внимательны, что там происходит? Мы видим таинственных снайперов, таинственных снайперов, да. Майдан уже фактически, как вам сказать, сдувался. Нужно было что-то делать. Ну, хорошо. Нужно было сакральная жертва. Сакральная жертва. Раньше мы получили, в 2004, чтобы не соврать сейчас, не ошибиться, мы получили сакральную жертву в виде Ющенко. Майдан тоже умирал туда-сюда, и президентская кампания сдувалась. Что делать? Отравляем Ющенко, делаем из него сакральную жертву. Ющенко побеждает на выборах перед своим оппонентом. Хотя шансы у него были минимальны. Здесь что сделать? Как раздуть Майдан? Там еще манипуляции с третьим туром были. И вот, пожалуйста, мы получаем, что да, и с третьим туром, там потом мы видели позицию евростуктуры. Ну, там глубинное государство сработало очень слаженно тогда, в 2004, потом во время Майдана. Смотрите на Майдан, что происходит. То же самое, да, Майдан уже сдувается, что-то нужно сделать. Появляются таинственные снайперы, которые начинают убивать одного за другим разных граждан, известных активистов там и так далее. Появляется небесная сотня. Появляется небесная сотня, да, появляется символ жертвы, появляется не знаю что. И в результате этого Майдан вспыхивает, вспыхивает Майдан с новой силой. Потом мы видим, там появляются с печеньками госпожа Нуланд, потом мы слышим телефон, прослушка появляется господина посла Соединенных Штатов, который открыто говорит, кто должен быть президентом, что Кличко не справится на должность президента, слабоват. Вот Порошенко более-менее, да, а вот Яценюк неплохой был бы премьер и так далее. То есть мы видим, что США стоят за госпереворотом, мы видим, что они назначают граждан, мы видим недавно признание господина Джо Байдена, да, вице-президента США в то время, который сказал, да, я лично позвонил и назначил прокурора Уценко, если я не ошибаюсь. Я это мой назначенец. То есть вы понимаете, глубинное государство, вот и в госперевороте на Майдане, и в Молдове сработали. Кстати, в Молдове тоже попытались сделать сакральную жертву. Вспомните, появилась новость о якобы о том, что власти убили господина Бабока, да, из него, помните, как несли его гроб там, и лидеры правых партий там, и то, и это, кровавый режим. А ведь эти феномены, понимаете, с вовлечением глубинного государства можно давать до бесконечности. Вот, допустим, вы мне сказали про Турцию. Почему я начал Турцию? Дело в том, что в Турции, в Турции данное явление теневой власти, да, глубинных структур, которые управляют за спиной правительства ситуацией, этот феномен существует давно. Там с 73-го года об этом уже начали говорить. Впервые заявил об этом феномене премьер-министр, да, Бюлент Адживит в 73-м году, и через 20 дней на него было совершено покушение. Человек чудом. Выжил, правда, лет через 8 его посадили, да, посадили. Тоже после военного переворота. Через пару лет был другой премьер-министр в Турции, Тургут Озал, который в 88-м году заявил о том, что в Турции есть какие-то теневые подпольные структуры, которые управляют страной, которые делают госперевороты, которые убирают разных политиков там и так далее. Что вы думаете, через пару дней на него было совершено покушение? Тогда он выжил, но в 93-м году его отравили. Отравили кто? По версии многих турецких политологов, это были турецкие спецслужбы. И отравили его не только за то, что он впервые рассказал, или рассказал о глубинном государстве, озвучил, а отравили еще и за то, что он договорился с курдами о прекращении боевых действий. А это не нравилось глубинному государству в Турции. Почему мы тогда начали говорить вот об глубинном государстве в Турции? Ну давайте посмотрим, что такое это глубинное государство в Турции. Глубинное государство в Турции, как вам сказать, это структура, которая состоит из нескольких компонентов. Первое это силовики, то есть органы госбезопасности, или при госбезопасности. Это раз. Два, это армия, определенные структуры в армии, которые не подчиняются правительству. Третье, это националистические группировки, вроде бы, вроде серых волков, которые появились где-то в 68-69 году. И четвертое, это организация Ergenikon, тоже организация, состоящая из националистов, которая имела тесные связи с Сейру. Ну и последнее, вот, вы, может быть, слышали, что в прошлом году в Турции был госпереворот, да? Движение Хизмет, религиозное движение суфитского проповедника Гюлена. Вот эти пять структур. Как они появились? Да очень просто. В 1952 году в Турции появился так называемый специальный военный департамент. Специальный военный департамент. Этот департамент был создан при участии Сейру и Пентагона. И при нем создалась определенная бригада, которая называлась контрдерилья. Что такое контрдерилья? Это ответвление американской операции Гладио. Это были люди с огромным боевым опытом, которые прошли спецподготовку в США и которые занимались ликвидацией курдов, ликвидацией коммунистов, ликвидацией критиков Соединенных Штатов Америки. И вот при этом спецдепартаменте образовалась одна организация националистическая, Серые Волки, да? Потом из этого спецдепартамента образовалась партия Национальное движение, да? И вот эти две силы занимались чем? Они занимались убийствами, занимались госпереворотами, они занимались исчезновением людей, взрывами и так далее. И в Турции вот, в Турции еще и этот госдепартамент, этот специальный военный департамент, он был первой структурой глубинного государства. В Турции... Почему именно Турция вдруг оказалась в объятиях вот этих технологий? Да, все очень просто. Дело в том, что Турция находилась, во-первых, на стыке проливов черноморских, да? Которым всегда претендовала или хотела иметь контроль. Россия из СССР. Это раз. И более того, после Второй мировой войны СССР открыто потребовал, открыто потребовал вернуть часть армянских территорий, турецких, да, Армении 2, потребовал Сталин еще и более свободный проход в проливах. И поэтому для США Турция, как член НАТО, был очень важным, важным элементом. Второе, второй момент очень важный. Турция является как бы связующим звеном, понимаете? Это у него удачное месторасположение. Отсюда очень легко попасть на Кавказ, да? Отсюда очень легко перебрасывать боевиков, да? И в Курдистан, Турецкий, Ирак, Среднюю Азию и так далее. То есть это был базовый плацдарм такой для борьбы с Советским Союзом. Вот поэтому Турцию использовали. Здесь была основа не Виталия, а здесь была основа операции Гладио. И вот, соответственно, как Турция вступила в НАТО, это был 1952 год, да? Как Турция вступила в НАТО, здесь был при усилиях НАТО, был создан специальный военный департамент, который фактически не подчинялся турецким властям, и при котором были десятки, который организовал десятки спецопераций, неподконтрольных, еще раз повторяюсь, да, или побольше сейчас неподконтрольных турецкому правительству, турецким властям, и которые занимались, вот чем я вам говорил, и госпереворотами, и ликвидацией неугодных, исчезновением людей там, и прослушкой. Они даже, одна структура «Серые волки», они даже организовали в 80-м где-то, в 81-м, убийство папы, понимаете, римского. Чуть позже, чтобы уже пройти пару примеров, да, эта же структура «Серые волки», как организация, да, при спецдепартаменте, они стоят из-за попытки убийства Алиева, понимаете, в 90-х годах. Они стоят из-за тем, из-за этой спецдиверсии, да, когда был сбит российский самолет Су-35, да, в Сирии, помните? Так его сбили «Серые волки», то есть представители этого глубинного, глубинного государства, которое не подчиняется турецким властям, а который координировал всю свою деятельность в Сейру. И вот это глубинное государство в Турции, многие понимали, и президенты, и премьеры, что существует какая-то власть тайная, которая не дает им свободу действий, которая не дает им развернуться, которая постоянно саботирует, постоянно дискредитирует турецких лидеров, постоянно пытается поставить их на место, да, когда они пытались вот как-то вести более независимую политику. Независимую политику от Сейру, независимую политику от США. Вот пример вам. 1960-й год. В Турции находится у власти демократическая партия, так? Она пытается организовать встречу, потому что был кризис. Премьер-министр Турции Менендес попытался организовать встречу с Советским Союзом, заключить там контракты, взять кредиты и так далее. Потеплели даже отношения тогда с Советским Союзом. Это, безусловно, не понравилось ни США, не понравилось ни этим глубинным структурам, которые находятся под контролем США. И что вы думаете? Что происходит дальше? А дальше мы имеем в 1960 году, да, в мае, госпереворот, госпереворот, в котором лидер фактически контргерили, то есть этого спецдепартамента, организовывает этот госпереворот. Премьера министра арестовывают и приговаривают к смертной казни. Министра финансов арестовали, повесили. Дальше министра иностранных дел арестовали, повесили. Турция встала обратно, ухудшила отношения с Советским Союзом. Обратно ситуация вернулась под полный контроль вот этого глубинного государства, связанного ЦРУ. В 1971 году ситуация повторяется, понимаете? То есть опять госпереворот, опять госпереворот, опять госпереворот проходит под руководством военных, под руководством глубинных структур Турции. Опять отстраняют от власти турецких политиков, которые просто не поняли, что произошло, почему их арестовали. В 1980 году опять госпереворот, понимаете? Опять происходит госпереворот. Опять военные, понимаете, вместе с спецдепартаментом и так далее, из контрдерилья устраивают вот этот переворот в Турции, который возвращает опять Турцию, еще более усиливает контроль НАТО, Пентагона и так далее над Турцией. Другими словами, когда турецкие политики только пытались хоть слегка наладить отношения с Советским Союзом, хоть слегка наладить отношения с Россией, сразу глубинное государство реагировало, и сразу происходил госпереворот, и новая власть ухудшала отношения с Россией и Советским Союзом. Вот вам, допустим, последний пример. Почему был сбит в 2015 российский самолет, этот Су-35? Да дело в том, что Турция и Россия фактически уже запустили газопровод, турецкий поток, понимаете? Турция Соединенным Штатам не нравилась, не нравилась эта идея турецкого потока, потому что она укрепляла энергетическую мощь России, да, а значит и влияние на Европу. Что нужно было сделать? Нужно было этот поток убить любой ценой. Они убили до этого Южный поток, да, когда Болгария отказалась от 3 миллиардов евро в год, когда Румыния отказалась, да, и так далее. Нужно было убить проект. Как убить? Рассорить Путина и Эрдогана. Как рассорили? Сбили самолет. Хорошо. Через год, в июне 2016-го, Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый самолет. Все, появлялся, началась уже фактически переговора по запуску, да, турецкого потока, по запуску проекта. Что вы думаете? Через две недели, то есть в июле, начинается в Турции государственный переворот, движением Хизмет, которым руководит вот этот суфийский лидер, да, Гюлен, который проживает, где вы думаете? В Соединенных Штатах Америки, понимаете, проживает. А откуда военные получают, откуда военные, которые участвовали в госперевороте, получают указания, технику, обмунирование? И кто являются этими военными, которые участвовали в этом госперевороте, поддержав этого суфийского исламистского лидера? Да они являлись военными американской базы Инджерлик. Американской базы Инджерлик, которая занимается, сами понимаете, да, там и диверсией, там и разведкой, и военными операциями и так далее. Эрдогана пыталась сместить глубинное государство, но уже не в виде вот этого спецдепартамента, военного спецдепартамента, а другая структура, которая называется движение Хизмет. Я вам сказал, что в Турции по сей день насчитано где-то пять структур глубинного государства, которые не подконтрольно были турецким властям. Это военный спецдепартамент, это движение Серые Волки, это движение Эргеникон, это движение Хизмет, это жандарма, турецкие спецслужбы. Вот шесть структур уже. И плюс партия национального, скажем так, единства, которая тоже являлась структурой глубинного государства. На сегодняшний день, чтобы было понятно телезрителю, Турция является единственным государством, где вот это глубинное государство было очень мощным, очень мощным, да, и контролировало турецких политиков, вот так держало их в кулаке. Турецкие политики были просто марионетками перед глубинным государством, да. И вот только Турция является единственным примером, в котором Эрдоган смог все-таки сломать по большей части хребет этому глубинному государству. Чтобы вы понимали, несколько десятков тысяч людей были, они были уволены со своей работы, несколько тысяч там были осуждены, осуждены в Турции, то есть это несколько десятков СМИ были закрыты, сотни газет были просто-напросто запрещены в Турции, сотни школ религиозных были закрыты и так далее. То есть глубинное государство в Турции имело огромную сеть, огромное ответвление и огромную мощность. В США, к сожалению, в США Трамп проигрывает войну перед глубинным государством, то есть перед этой теневой властью олигархов, ЦРУ, Пентагона и вот некоторых чиновников в правительстве, которые уже до того обнаглели, да, что выходит Трамп, вы представьте себе, сидит Трамп в своем кабинете, сидит с директором ФБР, да, что-то там рассказывает и так далее. На второй день все это появляется в СМИ. На второй день все появляется. То есть самое секретное помещение в мире, утечка информации. Кто это организовал? Вот объясните мне. Папа Римский, Святой Петр, да, или кто это организовал? Или русские хакеры? Но это же не смешно. Это понятно, что в данном случае ЦРУ, которая отвечает за информационную, национальную безопасность главы государства, само же дискредитирует главу государства и все его передвижения, все его разговоры, все его контакты, все это записывается и все это сбрасывается в СМИ. И конкретно это Washington Post, это New York Times, это другие газеты, которые день и ночь, день и ночь, день и ночь просто убивают нынешнего главу государства Соединенных Штатов. И сам Трамп обвинял, что Обама находится, Обама и Клинтон находятся за спиной этого теневого, глубинного государства США, которое сегодня воюет с Трампом. И чтобы вы понимали что-то не просто, да, красивые слова, я вам дам пример. На днях, к примеру, румынский, да, американский посол в Румынии, американский посол в Румынии, нелестно высказывался о Трампе и о политике Трампа. Понимаете, то есть, да, я так вот читал анализ, одну статью румынского журналиста, очень известного, Кристою, который пишет, говорит, ребята, я что-то не понял, господин посол, который является назначенцем, или должен быть назначенцем Трампа, он продвигает не интерес своей страны, а он борется против Трампа в Румынии. Как это вообще возможно? Да очень просто. Дело в том, что посол, действительно, как и ЦРУ, Пентагон, там, и вот эти олигархи, они не подчиняются Трампу, они не подчинялись даже Обаме, они подчиняются этому глубинному государству, у которого свои интересы, и который ломает всех президентов даже в США, и заставляет их проводить ту политику, которая им выгодна. И многие, очень многие политологи задавали себе вопрос, допустим, Ноам Чомский, это известный, известнейший философ, лингвист, политолог, он говорит, как так возможно, что мы избираем президента? Он приходит с определенной программой, а на второй день делает наоборот. К примеру, Обама, вспомните, он же обещал, что как он будет избран, сразу же выведет войска из Афганистана. И что? Да он усилил военное присутствие в Афганистане. А давайте посмотрим дальше. Обама обещал нам, что он закроет секретную тюрьму в Гуантанамо, в которой до сих пор используются пытки. Закрыл? Не закрыл. Почему не закрыл? Сейчас Трамп тоже объявил о том, что не будет закрывать. Стойте. И Трамп, который ранее критиковал вторжение в Афганистан, в Ирак и так далее, сирийскую кампанию, что он сделал? Он что, прекратил сирийскую кампанию? Да нет. Вы обратите внимание. Он разбомбил 42-мя першингами сирийскую военную базу. Как вы можете ответить на это? Почему это происходит? Явное вмешательство. Явное вмешательство. Давление со стороны военно-промышленного комплекса в лице ЦРУ и Пентагона. Давление со стороны этих теневых, мощнейших олигархов США, которые связаны с военными заказами, которые связаны с с военным бизнесом. И давление, соответственно, вот этого окружения, чиновников и так далее, которые завязаны на интересах Уолл-стрита, они завязаны на интересах военно-промышленного комплекса, они завязаны на интересах определенных теневых олигархических групп власти, которые держат Америку под контролем где-то со вторыми, после ухода Рузвельта, они уже держат эту Америку, понимаете, под контролем. Кстати, сам Рузвельт, насколько я помню, заявлял такую вещь. За лицом, за спиной официальной власти находится теневая власть. То есть за лицом видимого правительства находится невидимое правительство. Вот он уже тогда намекал, что существует вот это глубинное государство, невидимая власть, которая держит всю Америку в кулаке и которая ни одному президенту, ни одному президенту не позволяет проводить ту политику, которую он хочет. И всех президентов ломают, ломают просто-напросто. И проводят, и президенты, если не ломаются, как в случае Джона Кеннеди, который хотел прекратить войну в Вьетнаме и так далее. Мы помним, чем все закончилось. Несколько пуль в висок, со всех сторон причем, несколько тиллеров. Эти тиллеры потом тоже исчезают. Списали там на сумасшедшего неудачника, который обвинили в том, что он еще побывал в Советском Союзе. Да, который и в Советском Союзе. Хотя понятно, что никто в Америке не поверил в эту версию и до сих пор расследуется и никак не могут понять. Хотя мы же с вами понимаем только одно, что за убийством Кеннеди тоже находилось это глубинное государство, которое связано с этими теневыми структурами власти. Вот смотрите, во всем мире известны такие понятия, как саботаж, фигуры влияния. Сегодня мы говорим о глубинном государстве. То есть я понимаю, что в общем-то это не... Глубинное государство это понятие гораздо шире, куда входит, конечно, и саботаж, и фигура влияния. Но возникает вопрос, почему тогда оно не легализует себя? Вот то называют, так сказать, глубинное государство. Это контроль над тем, чтобы не родить в себе очередного своего могильщика. Знаете, как, например, в теории революции каждый последующий режим рождает своего очередного могильщика. То есть здесь, ну это моя версия, здесь нежелание выйти на поверхность связано с тем, что есть безграничное желание осуществлять контроль над всеми вся. Или же есть страх быть расшифрованным. Знаете, вот и есть американский политолог Майк Лофгрен, он написал, работал он в Конгрессе, и он написал работу за Дипстейт, то есть глубинное государство, провал Конституции. И вот он там описывает довольно-таки интересный феномен, в котором он говорит такую вещь, что вот есть видимое правительство, то, что мы видим, официальная власть, а есть вот эти, за которые голосуют, которые приходят, которые ответственны за свои действия и свою политику, правильно? Которые должны отвечать за свои слова, которые должны брать ответственность и так далее. И которые не могут выйти и сказать, допустим, а давайте мы разбомбим Сирию, чтобы взять их нефть. Ну, к примеру, говорю, да? А давайте мы разбомбим Ливию, чтобы раз, захватить их водные запасы, самые крупные в Африке, два, нефтяные, газовые, да еще и их пару триллионов золотовалютных резервов. Представьте себе, чтобы какой-то политик это заявил. Хотя, ведь в этом же суть бомбардировки. Если у вас нет нефти, если у вас есть нефть, значит, у вас нет демократии. Это же понятно, да? А раз у вас нет демократии, мы должны вас, мы идем к вам. Научить вас демократии. Научить вас демократии. Поэтому, понятно, что структуры военно-промышленного комплекса в США, к примеру, они настолько сильны. Я еще раз говорю, 618 миллиардов долларов, вы представьте себе, это официальный бюджет. Это официальный. А ведь известно, что в ЦРУ контролируют и наркотрафик в Афганистане и так далее. Что они занимаются и нефтяным бизнесом, и связаны с крупными корпорациями. У них свои финансовые потоки, о которых не знает никто. Никто. Вот недавно президент Дональд Трамп фактически открыл новую схему в несколько триллионов долларов бюджета, которые были затрачены за последние несколько лет, о которых никто не знал. Это бюджет вот этих теневых структур, связанных с спецслужбами США. Это несколько триллионов. То, что потрачено на оранжевые революции, на различные перевороты. На оранжевые революции, на госперевороты, о которых никто не знает. Ведь нет же в США, допустим, вот выходит, представьте себе, выходит директор ЦРУ перед Конгрессом, говорит, так, требую 5 миллиардов долларов на оранжевую революцию в Украине, еще 7 миллиардов, да, на войну, на оранжевую революцию, на арабскую весну. Я читаюсь, потом подробно. Потом я читаюсь, скажу, сколько мы потратили, сколько мы туда взяли. Ну, это же сумасшедший дом. И вот этот господин Лофрин говорит, есть это видимое правительство, которое отчитывается перед народом и которое ограничено в своей власти. Почему ограничено? Да потому что они не могут вот сказать прямо, давайте украдем деньги у тех, давайте разбомим этих. Оно ответственно перед народом, оно ограничено в своих действиях и оно ограничено и законами Конституции, ограничено и демократией какой-то, да, скажем так, какой-то демократией якобы. Оно ограничено и традициями какими-то, христианскими, ну, не может и вот много делать. А есть невидимое, говорит Лофгрен, невидимое, вот эти сотни агентств, которых никто не видит. Агентства ЦРУ, Пентагона и так далее, у которых миллиардные ресурсы, которые связаны вот с олигархами с Уолл-стритом, которые связаны с военно-промышленным комплексом, и которые проводят сотни операций, ни перед тем не отчитываясь, как я вам говорил, да, и которые продвигают и интересы ВПК, и интересы этих Уолл-стритчиков, да, и интересы, вот, скажем так, крупных чиновников. И при этом, при этом, как говорил еще один политолог, да, Майлз, роль политиков вообще второстепенно в США. Куда большую мощь имеют с одной стороны олигархи, с другой военные. В последние годы, вот, начиная с 60-х, роль военных укрепилась очень сильно, роль олигархов укрепилась очень сильно. И те, и другие находятся в тени. Они находятся в тени этих агентств, сотен агентств, которых даже, мы даже в Молдове не знаем, вот, чем занимается, допустим, Молдсильва. Кто там знает, чем они занимаются? Деревья, рубят больные. Ну, конечно, понимаете? Я вот вас прошу, и вы меня спросите, да, я вам не могу сказать, а Апель и Молдович чем занимаются? АСИБ, какой бюджет? Сколько людей? Какие спецоперации? Агентура? Мы ничего не знаем, чем они занимаются. В США тем более не знаем. И поэтому сформировалась со временем вот эта теневая власть. которая политиков меняет как перчатки, вот был у них олигарх Гувер, менял как перчатки политиков, которые влияют на повестку, реальную повестку, и у которых реальная власть в Соединенных Штатах, и не только там. И для которых вот эти политики, они их уже не заводят до роли, ну, как вам сказать, обычных клерков. И я вам дам пример. Вот у нас показывают. Президент, вот это президент, или вот это премьер-министр Швеции, да, или премьер-министр Дании, или премьер Франции. Смотрите, он в автобусе, или он в метро, или он на велосипеде. И мы у нас, ой, смотри, какая демократия. Ой, а у нас охрана, мигалки туда-сюда. Ребята, это никакая-то не демократия. Это на самом деле означает, что в данной стране олигархия, глубинное государство, полностью захватило власть, и политики превратились в обычных, как вам сказать, школьных учителей, или обычных клерков, которые для того, чтобы унизить, да, чтобы унизить, чтобы показать, что у него нет никакой власти реальной, его заставляют и в метро, и на велосипеде, да, и так далее. Любой носитель власти, реальной власти, на самом деле, претендущий на самостоятельность, который претендует, который самостоятельен, всегда имел атрибуты власти. Атрибуты власти, это армия, да, это силовые структуры, это спецслужбы, это охрана, это не знаю, что еще, да, это деньги. Почему он претендует? Потому что он носитель власти, и все хотят этой власти, все хотят тебя убрать, убить, уничтожить, чтобы быть на твоем месте. Поэтому тот, поэтому настоящие олигархи, миллиардеры, там силовики, у них всегда охрана, у них всегда сопровождение, у них всегда, на велосипеде вы их не увидите, понимаете, даже если они там понтуются, в фейсбуке, что он в свитере сидит, Сутерберг, допустим, с дейцем, в джинсах и в свитере, да, вот он понтуется. А на самом деле, ты его не увидишь, идущим по городу, вот просто так, как выходят они где-то, их сразу и тортами, и кулаками на них, и так далее. Поэтому глубинное государство, оно обидно. Как хорошо, если только тортами. Ну, по крайней мере, я десятки видел фотографий, где вот в этого господина Билла Гейтса, да, сколько против него, сколько ненависти есть за то, что вот эта его корпорация, Microsoft, буквально вот монополизировала весь мир. Монополизировала весь рынок IT, понимаете, весь интернет, весь, я не знаю, все монополизировало и ломает своими спецпрограммами, Windows там и так далее, ставит бешеные цену, ломает все страны, не то что граждан. И вот эта теневая власть, на самом деле, ее сила настолько огромна, да, что в США президентами играются, да, в Румынии, в Румынии то же самое же происходит. Дошло до того, что теневая власть, вот параллельное государство в Румынии, вот полгода назад, Ливио Драгня, председатель социал-демократической партии, вышел и заявил, после какого-то полицовета, это был ноябрь, по-моему, выходит и заявляет, вот, на нас давит параллельное государство, и мы всем расскажем, что такое параллельное государство. На второй день, на второй день, вы понимаете, появляется новость, появляется портал в интернете, называется Statue Parallel.ro. Захожу я на тот портал, на второй день, вы понимаете, захожу я на тот портал, смотрю, что это такое. большими буквами написано, что такое параллельное государство. И ответ, параллельное государство, это те, которые бандиты, которые у власти, которые ограбили страну, которые мешают нам идти в Европу, которые дружат там чуть ли не с Россией. То есть, короче, параллельное государство, это драгня, и социал-демократ. Понимаете? Перевернули все ситуации. Перевернули сразу же, сразу же. А я вам дам, и смотрите, параллельное государство, вот в Румынии, уже целый год Румынию трясет от митингов, от протестов. Почему? Параллельное государство вывезет сейчас с драгней и социал-демократами. Якобы драгня мега коррумпирован, а вот они, они мега честны. И я напомню, что в Румынии, что произошло во времена Басеску, с 2007 по 2014 год, по-моему, Басеску сдал американцам все ключевые силовые позиции. То есть ДНИА, Дирекция национальной антикоррупции, наш ЧНИА, Национальный центр оборудовательской коррупции. Раз. Там поставлен представитель ФБР, который по указаниям представителя, по указаниям ФБР, арестовывает всех неугодных политиков, всех русофилов, всех олигархов, которые мешают европейским и американским олигархам проникнуть на рынок. Это раз. То есть ДНИА, структура теневой власти, глубинного государства в Румынии. Второе, это румынская Сирии. Там тоже находятся люди, которые полностью под контролем Соединенных Штатов Америки. То есть это глубинная структура, которая не подчиняется фактически официальной власти. Третье там, это пару партий, пару партий, ну типа Пене Лея, Уси Лея и так далее, которые борются, которые борются с Драгней, борются с социал-демократами, и которые находятся, которые являются представителями Сороса. Понимаете? То есть у тех же США. И четвертое, это целые, это тысячи неправительственных организаций, которые сидят на грантах Сороса, на грантах Сороса, большинство из них, и которые имеют, которые поддерживают вот эти структуры глубинного государства, и которые борются с любым политиком, с любым политиком, который не подчиняется, не подчиняется Соединенным Штатам, который пытается проводить свою собственную политику, пытается сблизиться с Россией. И вот Драгню буквально ломают вот эти сотни тысяч НПО, сотни газет, эти две партии, Дана, Дана уже открыла третье уголовное дело на этого Драгню. И откроют еще 23 уголовных дела, понимаете, для того, чтобы сломать его, напугать, заставить играть по правилам глубинного государства, по правилам глубинных структур Соединенных Штатов, по правилам США и Пентагона. Вот в чем суть, если по большому счету, не вдаваясь в подробности, сколько крал там Драгня, если крал, крал сколько, если крал и так далее. Потому что тот же Йоханнес, который, вы представьте себе, он же тоже представитель не румынской власти, он же этнический немец. Он же за руку ходит с ангелой Меркель, понимаете, то есть он защищает не румынский интерес. И вот в Молдове то же самое, понимаете, есть элементы, о которых нужно говорить. Богдан, как раз хотелось бы тоже посвятить нашу с вами встречу вот отдельной теме. Есть ли примеры того, как глубинное государство проявляет себя в нашей стране. Но, к сожалению, время нашей программы ограничено в общем-то рамками сетки вещания. И мы уже с вами буквально подошли к финалу этого эфира. Я благодарю вас за то, что отозвались на наше приглашение с удовольствием и решили в общем-то не побояться затронуть эту тему, тема, над которой вы так глубоко работаете сейчас в последнее время. И я вам обещаю, что мы с удовольствием продолжим этот разговор. Разговор о том, как проявляет себя глубинное государство и в частности в нашей стране. Хотя, в общем-то, отчасти вы, наверное, даже и ответили, рассказывая о том, как оно себя проявляет в Румынии. Это буквально несколько сотен километров от нашей столицы в соседнем государстве, где говорят на том же языке, где есть общие связи, исторические, есть общие связи, культурные, человеческие связи и не чувствовать это влияние глубинного государства в Румынии на нашей с вами жизни, наверное, невозможно. Есть эти проявления. Есть у нас партии, которые борются за параллельное государство. То есть, чтобы мы отдали прокуратуру, чтобы мы отдали СИБ, чтобы мы отдали ЧНЯ, чтобы мы отдали европейскому прокурору, европейскому чнеисту, европейскому или американскому То есть под внешним управлением, чтобы были эти структуры, чтобы они не подчинялись нам, а они подчинялись кому-то извне. И чтобы мы получили здесь глубинное государство, которое будет нами вот так управлять. И все это под красивой вывеской демократических ценностей европейской демократии. Но обязательно вернемся к этому разговору, потому что этот феномен, я думаю, нашим зрителям также любопытен. И понимание того, с чем сегодня Молдове приходится сталкиваться, в чем лежит корень вихрей политических баталий сегодня, которые мы видим на поверхности в парламенте, в других дискуссиях. И это, в общем-то, наверное, поможет нашему зрителю определиться и в своих политических предпочтениях, быть тверже в своем решении, проголосовать за ту или иную политическую силу. Потому что понимая, в общем-то, по какую сторону баррикад находится та или иная партия. И это нам очень важно. Спасибо за этот разговор. Будем с удовольствием ждать вас в нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Богдан Сырдин. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Мы работаем для вас. «Персональный акцент» «Персональный акцент» Продолжение следует...